Высокая температура у этого диска, также так и пояс астероидам. Они там движутся со скоростями в несколько десятков, по крайней мере, относительно друг друга, или даже сотен метров в секунду. Конечно, там плотность их невелика, это только отсюда кажется, что они вот такие сплошные, а там плотность велика. Но тем не менее, в характерные динамические времена Солнечной системы, вот эта вся движущаяся масса, вот смотрите, астероид летит как? Он ведь так же, как Солнце в галактике, ныряет через основную плоскость. Вот если нарисовать основную плоскость эклептики, то астероид наклонение, что означает, допустим, 10 градусов? Значит, здесь он выше, здесь ниже. То есть он как бы всё время вот так двигаясь, ещё и ныряет через эту плоскость. По крайней мере, это относительное движение, один ныряет вдруг так, другой так, в противофазии есть. То есть они друг на друга все действуют, и эта система друг друга и подогревает в том числе. А в некоторых случаях этот подогрев приводит к тому, что отдельные частицы приобретают вот эти самые дополнительные скорости, попадают в щели Киркуда. Обычно об этом не пишут, но вы должны понимать, я просто звёздный занимался, естественно, динамикой, и понимаю, что там вот этот механизм обязательно коллективный работает. Но Микелия Гранвик, один из отцов современной Дели, говорит, да, всё это есть, но главный всё-таки эффект, это вот эффекта Ярковского, который мы с вами замечательно уже изучили, ещё знаем. Вот теперь чуть-чуть получше картинка, я имею в виду пополнее, помните, про семейство стероидов рассказывал? Так вот, получше, что она более полная по наклонению. Там было наклонение до 20, только лишь градусов, а если нарисовать пополнее, то вы увидите, что вот здесь целая группа венгры, астероид венгрия, или фокея. Есть такие с очень большими наклонениями, то есть средние наклонения этих астероидов большие. Значит, мы говорили, что главный пояс астероидов ограничивается где-то вот здесь, из-за резонанса 4.1 Юпитера и Ню-6, про Ню-6 не говорили, сейчас скажем. Но, тем не менее, он ограничен вот этим резонансом. То есть, почему он такой? С одной стороны, с внешней, это 2.1 резонанс сильный Юпитера, всё, что уходит туда, всё вылетает, потому что там резонанс 2.1, а с этой стороны вот эти резонансы определяют тот размах больших полосей, которые мы наблюдаем. Но есть, вот эти группы скажут, ага, вот эта группа меньше, чем двойка, а она живая, а у неё большое наклонение. Вот именно из-за того, что большое наклонение, эта группа выживает, то есть под резонанс они не попадают. Резонанс работает всё-таки в ограниченной зоне. Вот эти группы очень интересные. Они светленькие, а что означает, что они такие вот рыженькие, солнечные? Пожарные. А? Пожарные. Да, что это означает, правильно? Что альбедо, что альбедо большое. Там не так просто всё с альбедо. Это не обязательно металлическое. Вы привыкли, что металл он блестит, но его что-то должен шкурить, натирать пастой Гоя, как бляхи там в ремне у солдатских. Нет. Металлический астероид не обязательно сверкающий. Даже совсем не обязательно. Это в основном от силиката. Ну вот такие две группы. Это очень интересная работа. И я ссылочку дал на Вакович 2017. Кто заинтересуется. Я вам говорю, что в Гаише странное представление. Студенты приходят там наивные такие. Впрочем, не только в Гаише. К нам тоже приходили такие. Студенты на практику Суральского университета приехали. Я тогда директор был. Приходит. Ну, надо показаться директору. Чем будете заниматься? Вот меня интересуют черные дыры. Я говорю, замечательно. У нас нет специалистов по черным дырам. Ну, вы хоть немножко практику-то пройдите. Который телескоп посмотрите, что такое у нас на обсерватории. Ну, так грустно. Ну, ладно. Вторая девушка заходит и говорит, я спрашиваю, чем заниматься? Черными дырами. Ну, я опять вздохнул. Ну, хорошо, у нас этого нету и так далее. Та же самая история. Когда третья зашла, я даже спрашивал, вы, конечно, хотите черными дырами заниматься? Она говорит, как вы узнали? После этого я позвонил на кафедру и сказал, ну, что вы делаете? Вы присылали трех нормальных девчонок, замутили в голову черными дырами. Что это такое? Они элементарные астрономы еще не знают толком. Если вот душа будет болеть, человек повернется в это направление. Но это, слава богу, редко. Если все повернутся, то это плохо будет. То это плохо. Ну, в конце концов, они прошли нормальную практику и забыли про черные дыры. Так вот. Да. Ну, я просто к тому же скажу, что если человек увлечется, то масса тут интересного и все. Но вот небесная механика в ГАИШе, мне так кажется, мне сейчас Михаил Евгеньевич поправит, доктор Прохоров, значит, что кажется, что по популярности у студентов далеко не на первом месте стоит. Считается, это как бы такое, ну, слишком старое, замшелое, ничего подобного. Это удивительно интересная и такая динамичная, что ли, развивающаяся область. То есть я эти работы там показываю последних лет, кстати, на ссылке, на которые даю. Так что, ну, другое дело, как тут традиции какие заложены. Может быть, конечно, читаю там из года в год курс Дубошина. Классические, замечательные, все, но современного духа небесная механика не дает. Я вам следующую лекцию заказал специально, она называется так, «Современная небесная механика и объекты, сближающиеся с Землей». Будет читать специалист из ИПМ, Сидоренко. Я думаю, что я попрошу Алексея Сергеевича, я их попрошу, чтобы сделали объявление в ГАИШе, потому что пусть люди просто придут, как на семинар. Это восьмого марта будет? Нет, это восьмого мы специально, сегодня две лекции читаем именно поэтому, чтобы на восьмом марте не зацеплять. Дать все-таки возможность мужчинам попраздновать женский день. То есть потом не будет две лекции? А мы сейчас договоримся, если вы не выдержите, две лекции выдержать не так просто, конечно же, но если это интересно, то выдерживайте. Я по глазам увижу, как это будет все. Резонансы, ну вот мы к ним пришли. Я много вам говорил про резонансы, насколько это сложность живая системы, и сколько там всяких возможных резонансов. Ну немножко хотя образовательная вещь. То есть резонансы, вот эти резонансы по среднему движению, то есть по периодам, если, ну проще говоря, скажем, периоды соизмеримых вращений вокруг Солнца, да, там, скажем, малой планеты, то, что резонанс Юпитера 4-1, там, вернее 2-1, там, 3-1 и так далее. Это вот одно, это сильный резонанс. Но резонансы могут быть и другие. Ведь мы помним, что орбита такая, что поживает. Они могут процессировать, например. Резонансы по прицессии тоже есть. Это более, скажем так, слабые резонансы, мы их называем диктузионные бунды, а вот эти атеры, которые здесь первые поделили терминологию, в этом ревопризме, вот эти резонансы мощные диктузионные. Вот мощные резонансы можно не применить. Вот мощный резонанс, он такой, полуочный, вековой резонанс, тоже очень казался сильным, потому что действует, ну, я не хочу, чуть-чуть на это слов скажем, про МИ-6, и он, конечно, еще будет в лекции, вот этой самой Сидоренко. Диффузионные, слабые резонансы, высокого порядка по среднему движению, ну, когда резонанс даже орбитальный, допустим, период там, ну, одно тело там 150 оборотов совершило, а другое там 151. Ну, вроде бы тоже резонанс, но только это так, на таком времени все это растягивается, помножаете на периоды, получается огромный резонанс слабый. А когда резонанс 2 к 1, за 2 оборота одного тела и за 1 оборот другого, резонанс, это же годы, понятно, почему они мощные называются. А вот эти диффузионные, слабые резонансы, они, значит, соответственно, работают на шкалах там уже миллионы, сотни миллионов, и даже там миллиард лет. Да, конечно, можно. С высокого порядка, это просто 50-150, допустим. Да, вот 2-1 это низкого порядка, сильный резонанс. Ну, просто время, как только вы умножаете на период, нужно, чтобы соизмерим, вот найдите количество оборотов, которые соизмерили, 150-1 на 150, ну, понятно, да? Это слабенький резонанс, действительно. Потому что, что такое слабый? Это значит, что редко, вот этот дополнительный импульс дается телу редко, оно уже забывает про то, что его когда-то толкнули. Когда тебя все время толкают на каждом втором обороте, то это память у тебя остается, об этом будет здоров. Каждый второй оборот. А если там через 150 оборотов, понятно? Я на качественном уровне рассказываю, чтобы вы почувствуете физику. У меня всегда, если я вот этого не понимаю, значит, что я и формула не понимаю. Вот оно такая. В Нью-6. Вот помните, я вам про прецессию орбит рассказывал? Так вот, оказывается, что из так небесной механики, что частота прецессии, долготы, перигелия орбиты, прецессии астероида, если равна одной шестой вековой частоты планетарной системы. Вот очень интересный термин. Значит, прецессии есть у всех тел в Солнечной системе. Прецессии вызваны тем, скажем, в Солнечной системе орбит, что они не лежат в одной плоскости. Если слегка наклонена плоскость, даже слегка, то всегда появляется прецессионная сила. Как бы, грубо говоря, при движении тела в орбите, Солнце старается, как насильное тело, старается сделать его более плоским. То есть, привести плоскость. Но без законов механики у вас наклонения меняться не будет, а вот плоскость орбита начинает вращаться. Вот то, что прецессия. С землей чуть-чуть по-другому. С землей есть прецессия из-за того, что вот она такая, не сферичная, не шар. Но то же самое. То есть, все время будет стараться выравнивать, как бы пытается выровнять некое тело, выровнять орбиту, перевести ее в плоскость в основную. А это не получается. Получается вот эта самая прецессия. Так вот, здесь прецессия, если одна шестая от частоты планетарной системы... Да, я сказал, здесь Кондратьева привел где-то, да? Кондратьева, вот внизу. На больших масштабах значит, орбиты, прецессии орбит И, Юпитера... Да, орбиты Юпитера тоже прецессируют. И орбиты Сатурна прецессируют. Наклонение-то у них там 1-3 градуса, ну, не 0. И вот, оказывается, вот по работе Кондратьева я прочитал, ну, он опирается на классику, что в периоды прецессии орбит и Юпитера и Сатурна совпадают. То есть, они уже, как говорится, за все это время выровнялись. И это означает, что вот, почему-то, это планетарно. Две основные планеты Сланической системы определяют вот этот самый. Если кто-то, резонанс попадает с этой, с этим периодом прецессии, ну, значит, попадает. Вот астероиды попадают в одну шестую, она называется резонанс Сатурна. Шесть — это Сатурн. Вот то же самое вылетают. Качественная картинка. Динамическая судьба. Помните, я вам говорил, что недолго проживет население СССР, если отключить источник. Вот характерная картинка динамической расчеты. Что с ними будет? 80% случаев на Солнце упадут, часть на гиперболическую орбиту. Я вот на работу ссылаюсь на некую. Столкновение с Землей, ну, в лучшем случае, 1%, допустим. Вот вы видите, скажем, историю на этом графике, орбитальная история объекта, сближающегося с Землей. его афилийное расстояние так быстро меняется. За миллионы лет, буквально за первые несколько миллионов лет, афилийное расстояние становится настолько малым, что он попадает в так называемые атиры. Кто-то уже забыл, наверное, классификацию нашей. Атиры – это астероиды, у которых орбита лежит полностью в орбите Земли. А это даже в атиры. Это, как говорится, разновидность. В – это Винус. Значит, внутри орбиты Венеры. Ну и дальше понятно, его судьба уходит из зоны интереса для нас. Современные модели, на которые я уже несколько раз упоминал, сильно рекомендую заинтересовавшимся посмотреть последние работы Гранвика и команды. Туда входят все знаменитые наши динамики и специалисты по населению малых телосонечной системы. Мармидейли, водки и так далее, и так далее. То есть все вот имена, которые действительно имена в этой сфере, они здесь ходят. Значит, они построили модель так называемой четырехмерной. Ну, четырехмерной из того, что используются вот эти четыре. Большая волоси, длинситетное, волнение, и вот этот самый абсолютный астероидно-звездная величина. Построили модель, которая, значит, связывает теоретическую и истинное население. Я вам говорил, что теоретически мы можем там говорить про миллионы тел, а реально наблюдаем, конечно, меньше. Так вот, для того, чтобы это связать, чтобы показать, что на основании тех наблюдательных данных, которые мы имеем, мы можем построить прогностическую модель, с ней работать. Она сейчас, вот эта модель, лежит уже в основе неопоп, помните, программного комплекса Европейского космического агентства, для вычисления всех вот этих самых эволюционных и статистических моментов по населению малых тел Солнечной системы. Ну вот, Грандвик, вот эта команда Микеля, он довольно молодой еще, Грандвик, они разделили главный пояс на 6 различных участков, МИ-6, внутренний резонанс, внутренние границы, я вам говорил, пояса стероидов, почему дальше нет ничего, потому что там, по резонансу МИ-6, там совпадает и тела, которые туда попадают, тут же переходят на лекцию сейчас. Извините, я вам перезвоню через 5 минут, еще не закончил лекцию. Мы сейчас после этой лекции сделаем небольшой перерыв, а потом приступим уже учиться. Тут смотрю, народ уже пришел. Так. Откуда ждать гостей? Сказка какая? Кто написал? Уже. О, спасибо. Вот что значит старая гвардия. Мы как-то посмотрели, как раз пользуясь вот этими моделями, как распределены, вот если мы вот взяли телескоп, навели, то в поле зрения мы увидим астероиды, из ближайшей Земли, где они чаще всего могут быть? Так вот, если мы вблизи Земли смотрим, вот картинка вот такая, вот равноверное распределение отовсюду, на всех, если на близком расстоянии, во всех направлениях. Это для чего важно? Важно знать, куда смотреть, а это значит, какую, какую аппаратуру создавать для наблюдений, какую стратегию наблюдений проводить. Вот отовсюду. Здесь, к сожалению, не из одного места, а вот прямо, видите, равномерная плотность на диаграмме АИТов раскидана. Вот. А это подтверждается, прекрасно подтверждается теми самыми диаграммами, которые опубликованы, это болидное явление, когда, ну, примерно со всех сторон на Землю приходят и с дневного неба, и с ночного неба приходят. Вы уже один раз эту картинку видели, немножко в другом варианте, в водной лекции, кто был, то так все это я рассказывал. Вот. А если мы осмотрим подальше, на, скажем, на одну астрономическую единицу, тут уже четко видно, мы уже видим, что вот этот самый главный пояс астероида, то есть в основном ждать, что тела придут, но я тут немножко сгустил краски, надо было поменьше краски дать, тогда было бы четче выделено, но тем не менее, вот она. В основном нужно ждать, то есть основные стратегии наблюдений должны быть направлены, мы должны на дальних подступах искать тела, которые возможно столкнутся с Землей, в основном в зоне низких эклиптических широт, то есть в зоне главного пояса. Привет. Понятно? Скорость изближения. Нам, конечно, важна скорость изближения, потому что скорость изближения означает, и как мы будем наблюдать, если скорости очень высокие, будут высокие смазы, нужно специально проводить анализы той стратегии наблюдательные аппаратуры, которые мы должны иметь. Кроме того, мы должны тоже понимать, если мы какой-то аппарат куда-то направляем, тоже понимать, на какие скорости. Так вот, скорости окажутся сближения с Землей, это пока за пределами гравитационного радиуса Земли, зоны гравитационного действия Земли, они вот такие, то есть в основном 10-15 километров. Вот астероид, который метеороид Челябинский, он там где-то со скоростью 18 километров прилетел. Так, понятно? Скорости невелики. Значит, из всех ОСЗ, которые нам были известны на момент написания этой работы, тогда ни один не переходил 40 километров в секунду. То есть, о кометах тут одна, может быть, и была, но кометы, как вы знаете, поскольку у них орбиты своеобразные, максимальная скорость сближения с Землей тела Солнечной системы какая может быть? нет, больше. Вы же скорость Земли плюс вторая космическая стадия это скорость Земли складывается и плюс вторая космическая это 42, так вот 30 километров и 42 при неблагоприятном ситуации 72 километра максимальная скорость сближения. А так вы правильно сказали для начала. А класс астероидов собственно это будет в следующей лекции сейчас я просто ввожу для того чтобы мы могли плавно перейти к следующей лекции и основные такие есть. Я статистику напоминаю что вот астероидов вот этого класса С темных углистых и так далее они у нас на диаграммах Альбедо помните все были там с краю вот эти темные точки я бы говорил смотрите как они там темные точки там расположены на диаграммах Меобаза. Ну и вот эту диаграмму я практически не показываю поскольку тема будет у нас сейчас в лекции 3.3 заслушана и мы через 5 минут переходим к этой лекции где значит мы вместе с Владимиром Васильевичем хорошо? 5 минут давайте начнем так все начинаем значит оптические методы исследования астероидов и особая роль спектрофотометрии в плане оценки минералогии этих тел ну фотофотометрия спектрофотометрия и поляриметрия это традиционные методы оптических дистанционных исследований твердых небесных тел но важный момент покрытых раздробленным веществом вот эти методы независимы и взаимодополняют но из них наиболее эффективным является метод оценки химико-минерального астероидов спектрофотометрических методов или спектроскопия можно другое название это синоник ну что такое фотофотометрия кратко вот здесь представлена в обобщенном виде информация о фотофотометрии ну какие основные параметры это фотофотометрическая фазовая или теневая функция фазового угла следующий параметр фазовый угол который входит в эту фотофотометрическую функцию параметры наклона ну вот здесь представлена фотофотометрическая функция астероида сближающегося с Землей параметры наклона это вот значит некий коэффициент который характеризует средний наклон вот этой кривой абсолютная звездная величина ну вот здесь вы знаете я не буду здесь подробно о ней рассказывать но важный момент то что она определяется для астероида немножко по-другому как для звезд значит на расстоянии от Солнца астероида и от Земли в одну астрономическую единицу ну это идеализированный случай но он как бы характеризует астероид поскольку абсолютная величина зависит от его размера альбедо и так далее ну и геометрическая альбедо это вот еще один основной параметр ну это отношение блеска твердого небесного тела тела при нулевом фазовом угле блеску абсолютно белого низка того же радиуса что небесное тело условно расположенного перпендикулярно к солнечным лучам и на том же расстоянии от Солнца что и значит данный астероид при нулевом фазовом угле то есть получается для астероида ну и основное уравнение которое связывает диаметр и альбедо геометрическая альбедо астероида и абсолютную звездную величину вот здесь показано оно учитывает звездную величину Солнца вот и ро это значение значит радиуса астероида в километр тоже а вот фазовая функция для фазовой функции ну вот нашли такое полуэмпирическое выражение которое достаточно точно описывает ну форму фотометрической функции для большинства астероидов где F1 и F2 это экспоненциальные функции фазового угла ну и вот вот это пример фазовой функции для АСЗ Аполлон ну в диапазоне фазовых углов ну практически до 100 градусов нужно заметить что для астероидов главного пояса диапазон фазовых углов от 0 до 30 всего лишь потому что они находятся дальше от Земли и поэтому мы не можем наблюдать их в более широком диапазоне фазовых углов как астероиды сближающиеся с Землей поляриметрия значит поляриметрия это тоже значит важная характеристика ну вот линейная поляризация как известно выражается отношением разности значит интенсивности света в поляроиде расположена перпендикулярно плоскости рассеивания света и параллельно плоскости рассеяния света ну плоскость рассеяния света это плоскость которая находится объект солнце и наблюдатель ну и это разность деленная на сумму этих же величин и вот оказывается что вот эта линейная поляризация тоже от фазового угла зависит следующим образом вот здесь тоже она показана в достаточно широком диапазоне углов поскольку значит вот для астероидов главного пояса тоже значит здесь ограничение до 40 градусов примерно есть а вот для Луны ну у Луны в общем-то похожая поверхность тоже покрытая раздробленным веществом как и у астероидов значит вот получили такую фазовую функцию для места посадки космического аппарата Луна-16 и вот характерные параметры вот этой поляриметрической фазовой кривой это значит видно что эта функция меняется от отрицательных значений к положительным но вот эта точка называется точкой инверсии здесь более детально показан вот этот вот кусочек этой фазовой кривой значит здесь параметры по минимуму это значит значение поляризации минимума этой функции значит дальше значит кроме того по минимуму характеризуется фазовым углом альфа-минимум эта функция характеризуется фазовым углом инверсии ну то есть перехода от отрицательных к положительным значениям поляриметрической фазовой кривой и угол наклона то есть это H еще один важный параметр и последний важный параметр это P-максимум то есть максимальное значение поляризации уже при больших фазовых углах ну вот для астероидов уголовного пояса к сожалению вот в этой области поляриметрическую функцию мерить невозможно она измеряется в основном только вот для СЗ тоже вот ну P-максимум я имею в виду и важно отметить что все вот эти перечисленные поляриметрические параметры они колерируют в той или иной степени с геометрическим альбедом а геометрическое альбедо является обобщенной характеристикой состава вещества ну это мера светлоты вещества да ну ну потому что я сказал значит диапазон изменения фазовых углов главного астероида главного пояса составляет от нуля до 30 градусов примерно а вот в более широком диапазоне до 120 градусов мы наблюдать их не можем поэтому вот фазовая поляриметрическая фазовая кривая для них неизвестна в этом диапазоне извините я не очень хорошо расслышал ну давайте вспомним что такое фазовый угол это угол между направлениями значит от объекта на наблюдателя и на солнце понимаете вот поэтому для астероидов главного пояса этот угол ну меняется в сравнительно небольших пределах вот и здесь вот показана поляриметрическая кривая для астероидов С-типа и С-типа вот ну видно что значит она меняется в диапазоне ну максимум до значит до 35 градусов и есть различия значит то есть различия П-минимум ну угол инверсии практически совпадает ну дальше разный наклон тоже то есть вот это H параметр H тоже разный у астероидов С-типа ну и возможности вообще поляризации демонстрируют вот этот вот такой рисунок интересный который значит показывает снимок такого небольшого прудика с разноцветными рыбками в неполяризованном свете и тот же прудик в поляризованном свете значит и на этом снимке все рыбки отчетливо видны кто-нибудь из присутствующих здесь студентов может дать физическую интерпретацию вот этих различий почему здесь мы не видим рыба а здесь видим ну здесь здесь поляризованный свет есть или нет почему мы не видим рыбу он засвеченный что засвеченный не понял засвеченный слишком яркий поляризованный совершенно верно то есть здесь значит неполяризованный свет дает яркий плит который подавляет просто поляризованный свет поэтому рыбок мы не видим а когда мы с помощью поляроида отсекаем вот этот неполяризованный свет мы рыбок видим вот такая интерпретация да так идем дальше значит и вот здесь вот еще на следующем слайде показаны фотометрические функции астероида в основных типах и поляризованные астероиды ну вот сверху это высокотемпературные типы астероидов а внизу это тип c ну наиболее примитивный тип наиболее примитивных астероидов ну вы видите что фазовая функция закономерно меняется фотометрическая фазовая функция точно так же закономерно меняется поляризованные фазовая функция то есть понятно что между ними есть корреляция но к сожалению значит с помощью и той и другой функции мы не можем достаточно детально характеризовать химико-минералогический состав вещества астероидов это можно сделать только с помощью можно сделать только с помощью спектрофотометрии вот прежде чем более подробно рассказать об этом методе давайте вспомним что такое спектр отражения ну метод измерения спектра малой или удаленной планеты это дифференциальный метод когда спектр излучаемого точечного объекта сравнивается со спектром стандартной звезды и формула для расчета коэффициента средней спектральной яркости видимой полусферы планеты точнее ее проекции на картинную плоскость наблюдателя в абсолютных единицах выражается следующая формула ну здесь значит освещенность на верхней границе земной атмосферы от стандартной звезды значит значит вот это е0 это освещенность солнечным светом земной атмосферы ну и и п и и сз значит это величина отсчета в интенсивности света от стандартной звезды это с индексом сз интенсивность значит и и п это от планеты наблюдаемой малой планеты это в абсолютных энергетических единицах п лямбда это функция спектральной прозрачности земной атмосферы рассчитанная для данной наблюдательной ночи дельта рембда это разность воздушных масс ну как известно геометрическая альбеда извините значит спектральная яркость планеты связана с геометрическим альбедом следующим выражением где г лямбда это значит геометрическая альбеда а f зависящая от альфа и лямбда это фотометрическая функция ну известно что значит при альфа равном нулю фотометрическая функция равна единице но как правило значит астероиды и другие и другие малые значит там малые тела солнечной системы наблюдается с помощью солнечных аналогов звезд солнечных аналогов и в этом случае значит стандартная звезда примерно равна освещенность вот стандартная звезда примерно равна освещенности от солнца поскольку значит солнечный аналог подобен солнцу по спектральному распределению энергии и у нас формула приобретает более простой вид то есть эти величины сокращаются и у нас получается значит только отношение наблюдаемых интенсивностей спектральная функция прозрачности атмосферы и значит степени минус дельта м ну то есть характеризующая разность воздушных масс при наблюдениях данного тела ну и в нормированном виде то есть когда вот ро лямбда у нас равно отражающей способности на длине волны 550 нанометров это будет спектр нормированный спектр малой планеты ну высокоточное спектральное наблюдение и попытки классификации астероида начались еще в 60-е годы 20-го века с внедрением в астрономии фотоэлектрических приемников а также применением УБВ фотометрии ну вот измерение показателей цвета астероидов позволили ну в первом приближении понять какой является значит каким ну как меняется отражательная способность длиной волны у этих тел первые спектры астероидов были получены с помощью просто обычного фотометра и набора 24 узкополосных интерференционных фильтров эти наблюдения провел Маккорд известный специалист по изучению астероидов причем важную роль сыграли первые спектральные наблюдения астероида Веста ну это один из самых ярких астероидов значит Маккорд в 69 году вот получил вот такой спектр отражения этого астероида и удалось обнаружить такую сильную полосу поглощения которую Маккорд значит правильно интерпретировал как значит проявление наличия пероксена в веществе Весты ну и был сделан вывод о том что вещество Весты состоит из базальтовых ахондритов ну это вид метеоритов представляющих собой дифференцированное вещество ну и через некоторое время когда были значит уже накоплены было накоплено определенное количество наблюдательных данных об астероидах была разработана специальная фотометрическая система из восьми светофильтров которые покрывали значит спектральный диапазон примерно от 0,4 до 1 микрона и значит название аббревиатура английская аббревиатура этой системы ЕКОС с помощью этой фотометрической системы был осуществлен обзор примерно 600 астероидов и используя данные этого обзора Толен осуществил первую чисто спектральную классификацию астероидов по этим данным но важно то что Толен использовал статистический метод анализа этих данных так называемый метод главных компонент который позволил выделить кластеры в пространстве в многомерном пространстве которое выражалось показателями цвета в этой фотометрической системе астероидов отметить что к этому моменту уже существовало около 10 классификаций основанные на разных наборах альбеда геометрическая альбеда показатели цвета поляризация но к сожалению они в общем-то с помощью этих классификаций удалось обнаружить несколько спектральных типов ну или тогда говорили просто таксономических типов астероидов это были типы С С и У ну У просто обозначали все неизвестные как бы астероиды а С и С они более определенно уже как бы выделялись этими классификациями но вот как бы общего понимания смысла этих классификаций не было что они характеризуют но значит когда Толен построил усредненные спектры полученных таксономических типов ему удалось выделить 12 таксономических типов но оказалось что один из них ну впоследствии состоит из из трех типов потому что их спектры оказались очень похожи так вот значит построив вот такие усредненные спектры Толену удалось значит получить вот такую достаточно четкую картину и из которой следовало то что на спектрах выделенных таксономических типов есть довольно характерные спектральные особенности ну в общем-то было понятно что это полосы поглощения характеризующие их минералогию а с помощью изучения образцов аналогов ну тех же пероксенов альвинов в лабораторных условиях удалось выяснить что значит эти спектры вот выделенных спектральных типов определяется такими ну в первую очередь наиболее сильными полосами поглощениями поглощения самая сильная из них находится вблизи 0,2 микрон и мы видим только в видимом диапазоне крыло этой полосы и вот крыло этой полосы определяет форму спектров отражения астероидов во всем видимом диапазоне другая наиболее сильная полоса это полоса поглощения вблизи одного микрона и оказалось что ну она фактически является такой композиционной и характеризует три основных минерала ну собственно два пероксены и альвины но пероксены еще значит разбивается на такие разновидности как ортопероксены клинопероксены ну в зависимости от состава и вот значит у ортопероксенов полоса находится центр полосы находится вблизи 0,9 микрон у клинопероксена вблизи одного микрона точно а у альвинов ну вблизи 1,01 микрона и вот эти минералы фактически значит формируют вот эту полосу поглощения сильную полосу поглощения вблизи одного микрона таким образом значит вот справа расположены ну и кроме того удалось выяснить при лабораторных исследованиях естественно зная состав образцов аналогов что значит эта полоса поглощения формируется ну или собственно образуется по причине наличия в веществе в валилинах и пероксенах двухвалентного железа значит ну оно обозначается обычно как феррум 2 плюс феррум 2 с плюсом ну это так называемая полоса кристаллического поля значит и образуется при электронных переходах в двухвалентном железе в кристаллическом поле вот этих минералов а полоса поглощения вблизи новых микрон она формируется в результате переноса заряда между кислородом и металлом входящих входящим ну входящих в состав разных минералов и других соединений поэтому значит в зависимости от содержания железа и его отисленности значит образуется разная форма кривых то есть вот этих спектров отражения и достаточно четко удалось разделить значит выделенная типа астероидов на астероидов которых содержались оливин и пероксены но известно что оливин и пероксены образуется формируется при высоких температурах поэтому это так называемые высокотемпературные типы астероидов в то же время вот те значит типы астероидов которые слева расположены они соответствуют астероидам в состав которых входит входит более низкотемпературные минералы ну вот значит и вот эти в этих более низкотемпературных минералах железо входит в разных валетных состояниях ну в частности феррум 3 есть и вот наличие феррум 2 и феррум 3 приводит к образованию достаточно сильных полос поглощения ну в частности вот от примерно 0,6 до 1 микрона в этом диапазоне значит вот вот эти вот полосы они здесь показаны это лабораторные спектры низкотемпературных низкожелезистых серпентинов кроме того трехваленное железо может порождать и свою собственную полосу это полоса в кристаллическом поле вот этих минералов ну вот значит нам удалось обнаружить довольно сильную полосу поглощения трехвалетного железа вблизи примерно 430 нанометров и важно отметить то что такие же похожие полосы поглощения связанные с наличием двух- и трехвалетного железа наблюдается и у образцов раздробленных образцов метеоритов нами тоже были получены вот эти спектры отражения и значит здесь ясно видно значит сходство значит полосы поглощения в серпентинах в низко-железистых и спектр отражения углистых хондритов это наиболее примитивных метеоритов в которых много гидротированных серитов ну и вот значит поэтому вот сложилась такая довольно цельная картина о минералогии астероидов благодаря классификации талена но я уже сказал что один из спектров соответствовал трём таксономическим типам и их разделить ну можно только с помощью значения геометрического альбедо потому что их спектр похожий то есть здесь как бы их спектр совпадает но мы их можем разделить зная еще значение геометрического альбедо этих астероидов ну и вот здесь на этой схеме показана минералогическая и метеоритная интерпретация астероидных спектров отражения и собственно таксономических классов которым эти спектры отражения соответствуют здесь значит в левой колонке перечислены таксономические классы здесь минералогическая интерпретация состава вещества этих классов а справа это возможные метеоритные аналоги которые могут входить значит в состав вещества этих астероидов ну например видно что в состав астероидов С-типа должны входить углистые хондриты типов CICM а минералы это гидросиликаты углерод может входить органика и непрозрачная фаза ну значит с появлением новых приемников излучения так называемых ПЗС матриц в конце 20 века и широким внедрением в астрономии этих приемников излучения удалось осуществить более широкий спектральный обзор астероидов уже примерно полторы тысячи тел удалось охватить и этот обзор был осуществлен под руководством Бинзова в Чусетском технологическом институте в США в диапазоне от 0,4 до 1,1 на основе полученной данных была выполнена новая спектральная классификация астероидов но она была собственно выполнена на тех же принципах что и классификация Тайон то есть это была чисто спектральная классификация которая использовала тоже статистический метод выделения типов астероидов главных компонентов и вот в этой классификации было выделено уже 26 спектральных типов но значит почему их стало больше не потому что это абсолютно новый тип а потому что большие спектральные значит такие классы астероидов например С и С просто разбили на подтипы в зависимости от наличия в их спектральных отражения более слабых полос поглощения ну например вот в типе С значит здесь были выделены типы значит С Ж потом СЖ и СН но они просто характеризуют наличие более слабых полос поглощения ну H например означает ту же ту самую полосу поглощения о которой мы говорили вблизи с центром вблизи 0,7 микрон связанную с переносом между двух и трех валент переносом заряда между двух и трех валент железом кристаллической структуре низкотемпературных минералов но значит в диапазоне длин волн и классификация Толена и классификация Бас-Бинзела они практически совпадали то есть здесь ничего как бы принципиально нового не было обнаружено ну была предпринята попытка ну ладно это чуть позже значит и вот с помощью классификации Толена и классификации Бас-Бинзела удалось провести изучение структуры главного пояса астероида по спектральным типам астероидов ну вот слева ну как бы более четкая такая классификация Толена значит использование такой классификации позволило вот выделить геоцентрические распределения астероидов всех основных токсономических типов и стало видно что более высокотемпературные типы то есть С Е Р потом М значит находятся на меньших геоцентрических расстояниях в то же время тип С как бы преобладал над всем главным поясом астероидов или преобладает его максимум находится ближе к внешней границе главного пояса и интересно то что значит это распределение продолжается вплоть до орбиты Юпитера даже вот что наводит на важные космогонические выводы ну об этом чуть позже а сейчас значит я еще хочу показать Родео а а важный тип да а тип D ну чем он отличается от типа C например это тоже астероиды примитивного типа но у них ну давайте вернемся назад вот тип D видите у них какой спектр у них ну такой ну практически отсутствует полоса поглощения но такой красноватый цвет что связывается с наличием значительной доли органики органика как известно из лабораторных исследований придает спектрам вещества ну такой красноватый цвет хотя таких четких полос поглощения в видимом геопазоне она не дает вот немножко то есть в принципе по распределению в главном поясе на тип D похож тип P но у них менее красные спектры ну у типа M тоже красноватые спектры но значит это обстоятельство связано с наличием металла в составе астероидов M типа значит и вот классификация баз Толена ну в принципе она показала примерно такую же картину но в более узком диапазоне почему-то были в основном представлены астероиды средней части главного кольца то есть вот этой части на диаграмме Толена а вот эта внешняя часть ну здесь практически не представлена и вот важный вывод который можно сделать что должна существовать какая-то связь астероидов примитивных типов ну возможно с телами которые формировались в зоне Юпитера в процессе его роста а потом возможно выбрасывались Юпитером в процессе завершения роста когда аккумуляция тел сменилась просто выбросом тел далеко за пределами его зоны ну в разных направлениях в том числе в главный пояс астероидов поэтому сейчас вот в принципе есть гипотеза о том что астероиды С-типа возможно если не большая часть то значительная часть астероидов С-типа произошла на больших геоцентрических расстояниях возможно в результате вброса каменно-людяных тел в главный пояс астероидов точно так же значит какая-то часть астероидов высокотемпературных типов могла возникнуть при формировании планет земной группы потому что планеты земной группы формировались из тел меньшего размера при катастрофических столкновениях этих тел и тоже выброси какой-то части вещества но может быть на большие геоцентрические расстояния ну и значит дальше были была предпринята попытка расширить спектральный диапазон до примерно двух с половиной микрон эта попытка была предпринята ДМО в 2009 году с коллегами вот они провели наблюдение нескольких сотен астероидов вот в инфракрасном ну примерно от 0,8 до 2,5 микрон ну и объединили свои данные с данными базы бинзола на более коротких длинах волн поэтому у них получился у ДМО я имею ввиду который пытался развить классификацию для более широкого спектрального диапазона значит диапазоне от 0,4 до 2,5 микрон и вот здесь представлены спектры которые были получены тоже усредненные спектры и таксономические типы которые были выделены ДМО ну собственно увеличение спектральных типов не произошло а даже произошло уменьшение у базбинзола было 26 типов у ДМО стало 24 ну потому что там некоторые подтипы были было решено их удалить ну и собственно никакой особо новой информации тоже не было получено и пока не ясно ну какие-то изменения конечно были найдены но пока не ясно какой физический смысл несут эти изменения и возможно они находятся просто в пределах ошибок ну теперь что является критическими параметрами при получении спектров отражения ну то есть параметры которые влияют на информативность спектров отражения ну это фазово значит критические потому что я имею ввиду ну которые позволяют ну усомниться в достоверности минералогической интерпретации с помощью спектров отражения ну вот смотрите при разных фазовых углах ну вот например от 13 до 90 градусов вот спектр отражения меняется следующим образом то есть вы видите что с увеличением фазовых углов ну происходит как бы изменение формы но важно отметить что положение полос поглощения при этом центра полос поглощения не меняется размеры частиц вот два достаточно различных значит диапазонного размера частиц вот меньше 90 микрон и в диапазоне 90 до 180 микрон значит вот меньше размер частиц дает вот такой спектр отражения больший размер частиц такой спектр отражения ну видно что здесь значит секунду я закончу потом вопрос значит видно что здесь для больших частиц Полосы поглощения тоже есть, но они просто имеют меньшую глубину, но их положение не меняется. Перепад температур. При перепаде температур, в принципе, спектры похожи, но здесь обнаруживается такой настораживающий факт, что полоса поглощения вблизи 2 микрон становится более широкой и несколько смещается в длинноволновую сторону. С физической точки зрения это можно объяснить просто. При повышении температуры увеличивается колебание атомов, что приводит к уширению полосы поглощения. А также при повышении температуры могут увеличиваться расстояния между атомами или группами. Например, металл какой-то окисел или какой-то химический радикал, который взаимодействует с металлом. Вот это расстояние немножко увеличивается, и поэтому происходит смещение полосы поглощения на большие длины пол. То есть это настораживающий факт. Космические воздействия, революции так называемые. В лабораторных условиях было показано, что это спектры свежего вещества, неизмененного, а вот это спектры подвергнутого облучению частицами с высокими энергиями. Вы видите, как спектр поменялся, то есть была полоса поглощения, но ее положение не изменилось практически. Ну и основной вывод. Перечисленные факторы практически не меняют положение полос поглощения в видимом диапазоне, а значит не влияют на результаты химико-минерологической интерпретации вещества данных астероидов. Но, как было видно, фактор 3, то есть повышение температуры, приводит к погрешностям в ближнем инфракрасном диапазоне. Это к вопросу о том, имеет ли смысл расширять спектральную классификацию астероидов в инфракрасный диапазон. Ну и некоторые наши результаты по моделированию спектров отражения астероидов. Значит, в этой работе участвовали Арина Рязаева, студентка 6-го курса, которая здесь присутствует, Марина Щербина, но это она наша новая сотрудница, выпускница аспирантуры, при получении спектров, и Сергей Иванович Барабанов, сотрудник Геносан, который участвовал в получении спектров. Ну, вы видите, вот красным цветом здесь слева это минеральная модель, справа это метеоритная модель. Ну, вот минеральная модель показала, что вещество ЦРР может состоять из такого минерала, как эпсамид. Ну, это так называемая английская соль, гидротированная, в принципе, это характерно для низкотемпературного вещества. Так, а вот метеоритная модель, значит, это метеорит Ивуна, то есть группа Сиай, ну и другие еще некоторые, в меньшем содержании, в меньших пропорциях. Вот, значит, следующая модель, это СССР группы Аполлона 24445. Ну, вы видите, совпадение модели и наблюдаемой кривой, ну, это вот, значит, черным цветом здесь показано наблюдаемый спектр, потом пунктиром показано полиномиальное движение, оно его практически не видно, ну, а красным цветом, самое главное, показана модельная кривая, значит, вот для этого астероида оказалось, что это, значит, минеральная модель, ну, это форстерид диапсид, это, значит, минералы группы пероксена и алювина. Справа это метеоритная модель, ну, это, значит, Альенде, метеорит Альенде, это обыкновенный хондрит, извините, углистый хондрит. Ну, и еще некоторые долевые соотношения, это обыкновенные хондриты, то есть это может быть смесь обыкновенного хондрита и углистых хондритов. Ну, и последний результат, это астероид Астипа, Петина, ну, тут, в принципе, в среднем тоже неплохое совпадение получилось, это минеральная модель, значит, Альмадид, минерал, ну, это, в принципе, высокотемпературный минерал, ну, и, значит, метеоритная модель, Бишерт-Виль, это метеорит обыкновенный хондрит, ну, в принципе, тоже есть соответствие. Ну, таким образом, спектрофотометрия или спектроскопия позволяет перебросить мостик между минералогией образцов аналогов, которая изучается в лабораторных условиях, и астероидами, которые мы изучаем. Спасибо. У нас так построено, что я некоторые вещи, которые Владимир Васильевич рассказывал, сейчас поясню, потому что, ну, естественно, это был доклад уже... Так, ой, ё-о-ня, не то нажал тут. Сейчас включим. А, вы хотели сводить, да? Да. То есть, вы его выключили? Да, я нажал, не то не включил. Еще, возьму здесь кнопочка, да. А, я сейчас включу, все сключится, да. Так, Алексей Сергеевич, сколько у нас времени есть? 20 минут. 20 минут, ну, как раз. Так, я нажал, не то, что я нажал, не то, что закрою сейчас. Спасибо. И... Есть какие-то вопросы? Конечно, задавайте пока, да. Там говорилось про пыль, и я не правильно понимаю, что это пыль, которая покрыла поверхность астероида. То есть, размер частиц. Там, кажется, размер частиц, а что это частиц? Реголит. То есть, это просто пыль или что? Реголит, да. То есть, поверхности астероида покрыты... Ну, хочешь. Астероидного ищества? Да. Откуда у нас размера частиц? Отчасти уже даже знаем. Отчасти. Скажем, реголит, правда, там Хаябуса зацепил такие крохотные частицы этого реголита, там, совсем микро-микро-микро какие-то граммы там. Откуда знаем? Так вот, спектры реголита лабораторные, которые мы сравниваем с теми, которые там, как я понимаю, и говорим, да, вот это похоже на то, что там вот эта пудра там есть. Вот все. Ну, а прямых вот сейчас будут набирать их. И с Азириса-Рекса, и оттуда, и... Ну, и потом по Луне-то, вот когда по Луне показывали, то... Ну, Луне-то мы уж просто знаем этот реголит, как он есть там. Так, тогда вот сейчас я эту уводную чуть позже, потому что хотелось, чтобы Владимир Васильевич не мог свободно своим распоряжаться временем. Ну, давайте мы сейчас некоторые общие вещи еще, это как бы в дополнение расскажу. Метеориты. Эй, девушки. Ну, если есть вопросы, мы можем судить, давайте. Ну, давайте тогда после Луне-то. Да, да, давайте. Давайте. Значит, я вам рассказывал, что такое метеорит, что такое метеороид и так далее, и так далее, поэтому это я повторять не буду. Просто скажу, что выпадает до 100 тонн, а может быть, и больше вещества на Землю каждые сутки. Пока мы с вами лекцию читаем, уже нас так здорово подсыпало под этим веществом. А главное деление – это падение и находки. Значит, падение – это метеориты, прохождение которых через атмосферу мы видели. Это самый ценный материал, потому что, если мы увидели, скажем, болид, отправились туда, в Липецкую область, и нашли там эти обломки, это свежие, не трансформировавшиеся в результате долгого лежания в Земле по 9000, где прохождение, они свежие, и наиболее дают такую информацию в живую. Ну, а находки их, как видите, много тысяч, я зашел на сайт метеоритного общества Американского, и мы видим, что, скажем, там сейчас 60 с лишним тысяч метеоритов именованы. Это не все, скажем так, индивидуальные геориты, это часто просто обломки крупные, именованные, еще более крупных тем. Ну, а падений не так много, там, около 1200 сейчас. Но вот падение – это самый такой материал дает важный статистический, если говорить. Классификация. Пока оставляю вот так, как есть, крупные, я нигде не видел такую сводную таблицу, поэтому нарисовал для лекции, сам ее свел, все это. У вас будут тексты лекции, кто захочет, может просто скачивать, кто-то Алексей Сергеевич знает где. Да, значит, самое главное деление – это недифференцированные и дифференцированные метеориты. Недифференцированные, значит, неразделенные, не подвергшиеся процессу разделения. Вот пока, вот этого вам пока хватит. Недифференцированные практически все метеориты называются хондритами, а дифференцированные – железно-железнокаменные и ахондриты. Ну, вот этого пока достаточно. Теперь вот недифференцированные. Это хондриты. Углистые, обыкновенные, энстатитовые. Вот в этом порядке увеличат содержание металлического железа. Его обозначают ферром с нулевой валентностью, то есть живого железа. Вот если вы, например, попробуете подмагнитить какой-нибудь оливин, в котором железо содержащий оливин, нифига магнититься не будет, потому что железо там связано в молекулы и структуру магнитную не имеет. А свободное железо – да. Так вот, если в оливине железо сравнительно побольше, чем 0,5%, то оно уже начнет магнититься. Так как, например, челябинское тело, оно обладает уже магнитными свойствами. Но основная часть железа завязана в молекулярном состоянии. Вот пироксены, оливины содержат его. Значит, поэтому про свободное железо в углистых хондритах свободного железа нет. В угновенных вот столько, и в энстатитовых они считаются наиболее металличными, но чуть побольше. Значит, хондриты, почему они так называются, хондриты? Потому что содержат зернышки субмиллиметрового или домиллиметрового, иногда редко более чем миллиметр размера. Это как такая манная застывшая манная каша каменная. В некоторых хондритах вот этих самых хондр, зерен, то есть в переводе с греческого, может быть до больше половины. Даже где-то есть там указания до 80%. Это большая загадка, эти хондры, как они образовались. Потому что хондры – это капельки расплавленного львина, крохотные. И вот как в холодной протасолнечной туманности расплавить вот эти первичные пылевые образования, из которых образовались эти капли, потом соединить-то уже можно, но как вот их нагреть? Я сразу скажу, что у нас в институте вот этой работой, этими работами занимаются, есть несколько моделей хондрообразования, связанных с активностью, ранней активностью вспышечным солнцем, о которой мы мало что знаем, это короткая шкала времени. Но вспышки на Солнце, благодаря аккреационной активности, достигали, скажем, амплитуды в 100 и более солнечных светильностей. То есть прогревалось довольно большое расстояние до температуры плавления первичных пылевых пластеров. Ну, это одна из гипотез. Вторая модель, которая у нас тоже развивается, это гидродинамическая. То есть, правда, в Солнечной туманности она не была такая вот, этот диск, грудненький, хорошенький. В нем, в этом диске развивались на локальных масштабах, это неплохие такие масштабы, массовый, как и Питер. Развивалась гравитационная устойчивость, которая приводила к временному или невременному сжатию областей, а сжать — это всегда нагрев. И вот в процессе этого нагрева, в том числе и на периферии Солнечной туманности, могли достигаться условия, при которых плавление от нескольких тысяч градусов, плавление пылевой компоненты были. Почему это важно? Потому что хондриты есть везде. Вот самое странное, что если бы хондриты просто вот возле Солнца плавилось, там вещество пыли, и образовывались хондриты, то, ну, замечательно. Но, оказывается, хондриты есть везде, их нужно транспортировать в такие дальние края Солнечной системы. В кометах есть хондриты. Вот кометы там выпадают, смотришь, там хондриты есть. То есть хондриты это были везде. Это одна из больших загадок и одна из интереснейших, скажем так, областей исследований ранней Солнечной системы, её тепловой, химической и так далее. Так вот, хондры или их вариант, ещё более ранний, так называемый кальций-алюминиевый плечень, почему ранний, потому что они более тугоплавкие, температура по уровню 1400, а у хондритов, у хондр там где-то под 1000. Так вот, ясно, что первыми образовывались вот эти самые похожие на хондры кальций-алюминиевые плечения, или КАП. Значит, статистики хондритов, их разделяют на классы H, L и LL. А H это high, low level, а LL очень низкое содержание, а железо, посмотрите, по весу. Здесь указано в этой таблице внизу содержание железа как свободного, нет, по железу всего лишь, как свободного, так и общее. Ну, вот вы видите, что в LL металлов там 2%, металл металлического железа, то есть LL в принципе магнитится, но не сильно. А хондрит... Есть ещё вторая линия классификации, значит, вот мы про химическую говорили, тепловая. Тепловая линия, хондры, которая находится в составе каменного тела, нагретого, постепенно из-за диффузии растворяется в окружающей матрице. Из-за диффузии на протяжении многих миллионов лет диффузия приводит к тому, что часть ствола исчезает. Чем выше температура, тем быстрее. То есть, если вы видите, что по химическому составу один и тот же совершенно элемент, но в одном хондры много, а в другом мало или не разбытый, это значит, что это тело нагревалось и происходила диффузия тепловая хондры. Так вот, по этому как раз признаку хондры, их содержание хондры... Так, где мы... Указочка. Ну ладно, воспользуюсь этой указкой. Вот, видите, хондры все меньше и меньше, типа L3, L4, L5, L6. L5, даже L5, это Челябинский метеорит. Вот там отнесен, к нему сюда. То есть, когда вы видите сейчас вот эти буквы, вы уже знаете, что с довольно низким содержанием свободного железа, там может быть, там проценты, низкие проценты, и подвергшийся тепловой нагреву, в результате чего хондры полурастворились. Вот вы уже знаете, из этого узнаете кое-что о тепловой эволюции метеорита, вещества метеорита. Борис Поклович, извините, а исчезают хондры или матрица? А там растворяется, то в другом хондры исчезают. Хондры нет, и матрица тоже меняется. Вот эта мелкодисперсная среда, она тоже меняется. Но хондры точно и в структуре как исчезают. Вот Нижний, например, недавно на Кубе упал метеорит. Успели уже в Геихе с коллегами, с Бодюковым связывался, они его посмотрели, вывезли в кармане кусок, гвинцы об этом еще не знают. Они написали официальное письмо, просили там к исследованию, чего уже, уже вывезли, уже тут исследуется в Геихе. Так не поступайте, официально поступайте. Вот он такой, хондры тут уже нет. Вот, пример, челябинский метеорит, но я вам сказал, вот этот кусочек мне подарили мои челябинские коллеги. Тоже вот видно такая зернистая поверхность, хондрит. Ну, это общая самая характеристика их. Оказалось, что челябинский хондрит, челябинский метеорит имеет жилки, в которых просто расплав. Значит, гипотезы были несколько, что было один или два соударения, и ударный расплав челябинского вещества при ударе в челябинский метеорит, в щели в эти проникало в трещины. Ну, а вторая гипотеза развивается одним из наших коллег, Емельяненко, который говорит, что орбиты этих тел, а мы видели, что орбиты очень неустойчивые, живущие, что это тело могло проходить некоторое время назад очень близко к Солнцу, совсем, чуть ли не царапать Солнце. И что это был тепловой просто нагрев, вплоть до расплава, в результате предыдущей динамической эволюции. Вот из таких, вроде бы, таких, ну, в общем, самых соображений, ну, и что хондрии, еще что. Выливается вот та самая глубокая история, физика вот этих процессов, которые есть. Некоторые знания довольно определенно сложились уже, системные, некоторые нет. Но эта тема тоже очень-очень интересная. Углистые хондриты, ну, вот здесь немножко говорил Владимир Васильевич о них, они содержат железо, но оно все в соединениях силикатов, то есть они не магнитятся, свободного железа там нет. Ну, здесь показаны некоторые химические формули. Благодаря, значит, углем, магнетиту, графиту, саже, темный очень свет у этих метеоритов, очень низкая альбеда, мы бы сказали, и содержит довольно большое количество гидротированного материала, а даже D-класса, вот эти астероиды, которые тоже могут быть связаны, даже и просто воды. То есть уже некое переходное между кометами и астероидами вещество, так скажем. Следующий класс – это энстатитовые хондриты. Мы их показывали, что там побольше металла по сравнению с обычными хондритами, с охондритами. И формулы, типичные формулы для хондритов. Вот это материал энстатит, но у него формула такая же фактически, как и у пироксенов. То есть О6 – это типичный пироксеновый показатель. То, о чем упоминал как раз Владимир Васильевич про пироксенов. Ну и другие типы есть, в лекции не есть, их запоминать не нужно, просто что бывают редкие типы. Все это просто говорит о том, что даже хондриты, самые распространенные элементы, они настолько разные, они настолько неодинаковые, и каждый из них содержит внутри себя вот эту информацию о предыстории жизни, образования и жизни вот этого тела. Очень интересная наука. Дифференцированные метеориты, значит, те, которые подверглись, сделаны из вещества, подвергшиваются разделению. Ну, прежде всего, железные метеориты. Я думаю, что вы слышали о том, что если железный метеорит разрезать, прополировать, то вы увидите так называемые Винман-Штеттеновые фигуры. Очень красивые, такие решеточки из разной степени яркости полосок, пересекающихся. То есть фигуры эти появляются при очень медленном остывании расплава, кристаллизации железа, проходит, зависит от какой скорости происходит кристаллизация. При одной вы получаете какой-нибудь там зернистый, сильно зернистый материал, при другой вы получаете почти однородную матрицу и получаете самые разнообразные вот эти фигуры. То есть эти фигуры, возникновение этих фигур вообще это некий показатель в том числе и процесса кристаллизации, времени процесса кристаллизации тела. То есть история тепловая сохраняется. Один из любимых моих видов метеоритов, это полосит, это железокаменные. Здесь не самый красивый рисунок, но это вообще говоря ювелирные. То есть... Самые красивые. Да, самые красивые. Это вот когда вы в музей, мы с вами ходили, просто я сейчас говорю нашим аспирантам, я то не ходил, то советую сходить в музей геохии, договориться. Там есть просто удивительной красоты, живые вот эти камни. В металлической оправе, там еще сполировано, и вот эти юнтарные вставки, как вот здесь, выглядят просто фантастически. Самые красивые. Ну, железокаменные, понятно, это и то, и другое тут присутствует. Вот железо здесь играет роль такой рамочки, как бы матрицы, в которую крупные оливиновые вкрапления внесены. И это говорит тоже об их происхождении. Скорее всего, они происходили из тех слоев в прототелах, в которых и силикаты, и железо были, ну так скажем, перемешаны, возможно, турбулентно, чуть-чуть коснусь позже. Ну и мезосидиолиты, то есть разного вида. Здесь смеси тоже из разных силикатов, более мелкие, входящие также в ячейки металла. Метеориты железные. Ну, их история начинается у нас, по крайней мере, с Паласова железа. Академик Палас в Красноярске, он не нашел, ему просто показывали, нашли это раньше, что это такое. Он определил, что это метеорит. А затем следующий академик Кладни показал, что это космический гость. Это один из первых доказательств того, что метеориты действительно космические гости оттуда прилетели. Ну, вот метеорит Синчан, он, по-моему, сейчас не упоминался, крупный метеорит, он упал сравнительно недавно. Такие, значит, происходят события. Ну, из самых крупных метеоритов, о которых мы говорим, мы их просто покажем. Дифференцированные метеориты класса Ахандриты. Ахандриты хондрит нет вообще. То есть, чаще всего это означает, что это тело подвергалось расплаву. В расплаве хондрит, конечно же, расплавляется, все смешивается. И вот такие Ахандриты характерны для внешней коры крупных планет. То есть, к нам, вы знаете, прилетают метеориты с Марса, например, да? Вот здесь показан справа марсианский метеорит. И историческая, геологическая эволюция таких крупных планет, она связана была с мощным нагревом и так далее. И исчезновением вот этих самых хондров. Так же, как вы хондринино идете, скажем, на земле, на вкоре от земли. А? Чего? Вы уйдете? Ну, хорошо. Спасибо. Самые большие метеориты. Вы посмотрите по лекциям. Хондрит самый большой, вот этот, цилин, тут 4 тонны общая масса. Метеорит Альента, железный, простите, углестый хондрит. Метеорит Гоба, самый большой кусок натурального железа. Просто вы эти картинки видели, а здесь некие дополнительные характеристики. Лекции будете читать, может быть. Вот тогда и посмотрите, что это такое. Крупный ахондрит Джонстаун. Возрасты метеоритов. Три возраста киросан. Три возраста метеоритов выделяют. Это абсолютный возраст. То есть с того момента, когда это вещество уже успокоилось, остыло там или еще чего-то, где-то там в космосе. А абсолютные возраста меряются в основном с помощью масс-спектрометров и по изотопам. Самые такие известные, свинцовые, рубидевые и рейниевые. Практически у всех метеоритов, которые есть абсолютный возраст, вот этот, с их образованием, то есть они образовались 4,6 миллиарда лет назад. Вот в той самой ранней истории. То есть метеориты сейчас, то есть вещество, из которого метеориты не образуются. Ни из чего. Они все образовались по ним образованию Солнечной системы. Пример, что у нас есть метод. Ну, посмотрите, это обычная формула для распада, там, с периодом полураспада. Формула не стала писать, а график, пожалуйста, есть. Мы можем с помощью масс-спектрометра выделить изотопы и определить по соотношению изотопов возраст. Смысл понятен. А возраст и воздействие космических лучей. Вот представьте себе, метеорит, допустим, был в каком-то астероиде. Астероид раскололся или не раскололся, это неважно. Но поверхность его всегда обрабатывается космическими лучами. Космические лучи галактические, более энергичные, и солнечные, менее энергичные, но они всегда бомбардируют поверхность метеорита и оставляют там следы. Следы в виде, скажем, различных изотопов, а то и просто механические. Есть энергичные галактические лучи, которые оставляют там даже в десятки микрон, такие канальцы, следы. Вот это все изучается под микроскопами, и по плотности количества следов на поверхности говорят, вот это тело облучалось столько-то лет. То есть метеорит летал в свободном пространстве, там 2 миллиона лет, например, по плотности, а может быть и меньше. Понятно? Довольно интересны эти картинки, вот этих канальцев, какие есть. Здесь показано, что железные метеориты, которые летают, они обычно возраста гораздо более высокого, дольше. Почему? Потому что они меньше раскалываются. При ударах и при всем, то есть железные тела раскалываются меньше. А каменные дробятся, и поэтому подвергаются даже, ну, сравнительно недавние. Ну и земной возраст, сколько там на земле прорежет. Лучше всего падение. Лучше земной возраст не включать, бы, потому что это всегда приводит к потере информации. Метеорит, там, берется всяких соединений из окружающей почвы, воды, еще откуда-то и так далее, и так далее. Вот, например, абсолютный возраст аризонского метеорита, как и у всех, 4,5 миллиарда лет. По космическим лучам 180 миллионов лет. То есть он в свободном космосе, поверхность была вот такая. А возраст земной 49 миллионов лет. Статистика их падений. Падений, я еще раз говорю, потому что если вы не падение, то сложно, потому что углистые хондриты, например, которые падают, их трудно отличить от почвы. Их просто, они разрушаются в атмосфере при входе сильнее. Поэтому вот падение, ну и вообще эта статистика, она сильно так сдвинутая. Лучше всего падение. По крайней мере, там хоть меньше этих факторов, которые приводят к разрушению статистики, к заменению ее. Дмитрий Михайлович, а где зеленая ссылка? На эту, значит, есть в моей лекции, которую я читал, должен был читать в прошлом году на школе. Можете посмотреть, там все есть, ссылки есть. Это график известный, зеленая ссылка есть. Но и поскольку я взял ее из своей лекции, то не стал. А вот происхождение метеоритов, конечно, связано очень сильно с историей Солнечной системы. Ну, естественно, это и есть история Солнечной системы, но вот запечатленная вот в этих самых небесных камнях. И метеориты, и объекты, сближающие с Землей. А что такое метеорит? Это остаток объекта, сближающегося через чуть, сближающегося по номерам. Почти. С Землей. Алексей Сергеевич, у меня две минуты, так что вы не волнуйтесь. Просто ваши девочки на перерыве прогуляли не пять минут, а все двенадцать, я считал. Так что не следите вы за своей... Ну, эволюции про солнечную туманность я не рассказываю. Мы несколько раз ее уже так немножко обсуждали. Но, по крайней мере, весь этот процесс довольно быстро проходил по современным представлениям образования планет. Вот как и метеоритов, все происходило буквально в первые миллионы лет. Может быть, даже совсем мало, может быть, два-три миллиона лет. Поэтому они все одинакового возраста получаются. Помните, я там говорил, с ошибкой какой, в миллион лет. Вот они все почти одинакового возраста определились. Про хондры пару слов я сказал, но больше не буду. Возможно, мы когда-то специально не в курсе этих лекций, приходите к нам на семинары. Мы по хондрообразованию сделаем специальный семинар. Очень интересная информация по ним. По самых ранних стадиях образования Солнечной системы, которая зашита. Сейчас у нас молодежь увлеклась, вот в Италии тоже. Я их познакомил с ведущими специалистами по хондрам, в частности, с Сашей Кротом из Геухи, который давно работает на Гавайях. И книжка там на столе лежит хондры, которую издали. Симпозиумы идут по хондрам. Очень интересная информация. Ну, а схема образования метеоритов понятная. Вот то, что вам, скажем, нужно знать для Земли. Ну, протосолнечная дыманость образуется в планете Земли, которая, конечно, с вами частично образуется планета. При столкновении планеты Земли с астероидами и так далее, и так далее. И вот то, что долетает до Земли, это попадает на Землю, это метеорит. Ну, схемка вот такая. Скажем, есть ли у вас какой-нибудь крупный планет Еземаль, который превышает по размеру 200 километров, то из-за процессов, из-за того, что изначально содержались радиоактивные элементы, ну, прежде всего, алюминий 26 и калий 40, и из-за гравитационного сжатия, например, Юпитер греется до сих пор за счёт гравитационного сжатия, знаете ли вы, что он излучает в 10 раз больше энергии Юпитер, чем получает от Солнца, за счёт того, что он ещё до конца не сжался. Энергия при сжатии выделяется. Так вот, эти тела, крупные тела, которые нагревались до температуры плавления, по крайней мере, в недрах, происходила вот эта самая дифференциация. То есть тяжёлые элементы уходили вглубь, как у Земли. Железное ядро, железо никелевое и так далее образуется. И лёгкие силикаты и прочее, всё это плавало по поверхности. Ну, в расплаве возможно. Возможно, с последующими ещё добавлениями за счёт вулканической активности всякие базальты там появляются, но тем не менее. И вот когда такие тела сталкиваются, то из верхней коры образуется, это такая вот схема, как бы метеориты, ну, астероиды, сближающие с Землёй, или метеориты силикатного содержания. А из промежуточной слоя, где металл, это металлическое ядро, и силикаты перемешаны, вот эти самые полоситы, слой достаточно тонкий, полоситов немного, но вот здесь возможны процессы всякие. Ну, а из железного ядера либо железные астероиды, либо метеороиды, то есть в конечном итоге метеорит. Понятно? Так, пример Веста. Вот группа астероидов Весты, она специальной классификации, целая группа метеоритов, по-видимому, была произведена именно при мощнейшем ударе, который произведён был когда-то по астероиду Веста. На астероиде Веста, который всего-то размером там 500 километров, а кратер почти 400 с лишним километров, кратер Рея-Сильвия. При этом ударе было выброшено большое количество вещества, и вот специальная группа метеоритов выделена, как раз ХАИДИ называется, хавардиты, диогениты и так далее. Вот это всё пришло известно, мы знаем. Но в значительном большинстве случаев мы не можем, скажем, определить тело, из которого метеорит когда-то был рождён, вылетел. Вот так. Ну и связь астероидов-метеоритов. Если говорить, что лучше всего установлена связь у хандритов-эстероидов-эсттипа, обыкновенных хандритов, но в целом это, конечно, тема исследований. По одной из линий, как раз то, что Владимир Васильевич рассказывал, это как раз одно из направлений, которые позволяют установить связь между метеоритами и хандритами. Есть некоторые интереснейшие исследовательские темы, но мы сейчас не будем обсуждать, иначе Алексей Сергеевич меня вообще там за ножей загонит. Он такой серьёзный. Так, коллеги, мы сейчас с вами... Вот, мы посмотрели вот эту самую и следующие лекции. Мы сейчас с вами договоримся, когда... Хотелось бы послушать... Вот когда профессионалы читают, там глубже, мне интереснее, скажем так. Вам, может быть, чуть-чуть сложнее где-то. Ну, в принципе-то я вот читаю основную канву, а вот мы послушаем лекцию, и я бы хотел, чтобы... Алексей, чтобы объявление о ней было. Давайте договоримся, о каком времени. Вас две лекции тяжело слушать? Засыпаете? По одной? Я делал только что 8 марта вам высвободить, чтобы... А то бы, если бы не сегодня две лекции, то мы бы 8 марта заседали. Я такой. Так решайте. Ребята, это для вас всё. Решайте. Мы одну лекцию будем слушать или две. Это будет 15-го. Это будет в день мартовских ид. Кто знает, что такое мартовские иды? Нет, вы слегка отдыхаете, а вы всё-таки посмотрите, как лучше. Ну, решайте сами. Ну, чего вы? Я думал, вы своих спрашиваете. Слушайте, я... Чтобы сегодня было такое состояние, что студенты-то и не пришли к 9-30. Хорошо. Давайте я в течение дня сообщу. Ну, хорошо. Тогда мы... Нет, ну, слушай, если... Я не знаю, что это будет только одна лекция, зато тогда ещё одна лекция будет 8 марта, а у нас придёт выходной. Нет, нет, я пошутил. Я пошутил. 8 марта не будет. А, то есть вопрос не в этом, да? Нет, я пошутил. Сегодня две лекции, потому что 8 марта у нас не должно быть лекций. Удобно ли вам по две лекции или лучше по одной? Вот вопрос в чём. Потому что мы можем такой режим продолжить, но раньше кончим, так скажем. Ну, сложно сказать. Если бы перерыв на лекцию был чуть подольше, чтобы успеть как-то... Так их тогда вообще не соберёшь. Отпустили на 5 минут, они пришли через 13 минут. Ну, так это мы и пришли, потому что мы пошли за год хотя бы. Я понимаю, вы кормили деньгами автомат, который вас там надувал. Но, кстати, их обратно не отдам. Только я про это и говорю. Ну что, вы тогда сообщите. Да, да. Лекция будет вот эта. Я вам говорил про небесную механику современную, что это чрезвычайно интересное.